Донецкий горсовет обложили мертвыми телами. Шокирующие флешмоб организовали друзья и родственники погибших от угарного газа. В квартире убийцы задохнулась молодая пара, снимавшая жилье. Годом ранее там же погибла женщина. Участники акции требовали наказать виновных и навести порядок в газовом хозяйстве. Сергей Зленко продолжит. Вот сюда, прямо вот сюда лазить. Они расстилают полиэтиленовую пленку и укладываются у входа в горсовет. В руках фотографии погибших друзей. Переночевав ночь в съемном жилье, Федор и Татьяна так и не проснулись. В этой же квартире годом ранее от угарного газа погибла молодая женщина. Их погубила газовая колонка. Уверяют матери умерших и призывают к ответу чиновников. Закрыли дело, сказали нет состава преступления. Наша акция направлена на то, чтобы наши городские, областные службы и районные меняли систему ЖКХ, меняли систему газового обслуживания населения. К участникам акции выходят заместитель мэра по коммунальным вопросам и начальник управления жилищного хозяйства. Участники фэш-моба делают акцент. К этой проблеме неравнодушны лишь журналисты. В субботу или в воскресенье вышел по ТРК «Донбасс» первый сюжет об этой квартире. Чиновники предлагают участникам акции создать инициативную группу. Давайте мы определимся, инициативная группа, сколько у вас их, 3, 4, 5 человек, сколько это нужно для того, чтобы мы могли провести конструктивный разговор, а не рассматривать молодежь, которая делать нечего, лежит на свете. Моему сыну тоже было нечего делать, и он лег спать в кровати и погиб. По словам начальника управления жилищного хозяйства, в мэрии ждут результатов прокурорской проверки. Как только узнают причины гибели людей в квартире убийцы, примут меры по всему городу. Там вопрос находится на контроле в прокуратуре, и я так думаю, что там тщательно и взвешенно будет полностью он рассмотрен, и оргвыводы будут сделаны, в частности и по эксплуатирующей организации, и по оргазу. В районной прокуратуре по факту смерти молодой пары в съемном жилье продолжается доследственная проверка. Квартиру осматривали, но без результатов экспертизы никаких выводов. Необходимость проведения технического исследования газового оборудования, которое было размещено в данной квартире. Данное проведение исследования было поручено экспертам Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз. На сегодня флешмоб у мэрии окончен, но друзья погибших говорят, их акции будут продолжаться до тех пор, пока виновные не будут наказаны. Хотелось бы, чтобы наказали виновных, хотелось бы, чтобы государство, в принципе правительство, обратило внимание на все наши хозяйственные проблемы, насущные. В каких домах мы живем, это домопамятники. Чтобы это все ремонтировалось, чтобы это все следилось. Сергей Зленко, Игорь Монастырев, Владимир Пельгук, Телеканал Донбасс.